Человек-биокиборг. Тело создано для определенной цели. Хорошо бы знать для какой. Александр Белов. Среди эзотериков и адептов новых религий распространено предубеждение, что физическое тело тленно. Им можно и нужно пренебрегать. На самом деле тело это инструмент познания. Его нужно держать в чистоте. А чистота тела, помыслов и деяний может зависеть от человека. Человеческий организм как биоробот. Функции человеческого тела. Движение, работа внутренних органов, размножение, оборона, пища, вода, приспособляемость, изменчивость. Главное осознание. Это самое главное, ради чего создан человек-биокиборг. Он создан для познания и самостоятельного существования. Человеческое тело содержит два биологических агрегата. Неокортекс как раз функции познания и посвящен ВНС или вегетативной нервной системе для поддержания биологического существования в автономном режиме. Познавательная способность человека зависит от прошлого опыта, привнесенного из прошлой жизни, а также от условий и места нового рождения, ну а также и культурно-языковой среды, в которой человек очутился в этой жизни, а также от других факторов. Биологические системы, которые поддерживают гомеостаз, осуществляют многочисленные функции тела в автономном режиме. Это регулярная регуляция дыхания, потребление пищи и воды, сон. Во время рем-фазы сна происходит общение с духовным миром. Сексуальное поведение. Ну, понятно для чего. Размножение физической активности, эмоциональной активности, поддержание водно-солевого баланса. Ну, это, в общем-то, входит в гомеостаз, реагирование на вторжение болезнетворных агентов или нарушение целостности покровов, повышением температуры. Ну и сексуальное поведение зависит от образа тела. Образ тела – это специальный термин, который формирует половые влечения в раннем эмбриональном периоде. Переверсии связаны с нарушением образа тела. Ну и понятное дело, что лимбическая система головного мозга или иначе эмоционально-гормонально удовлетворяет эмоциональную потребность тела в существовании. Существует пропорциональный паритет между активизацией эмоциональной сферы, лимбикой и проявлением разума, неокортексом. Пропорция должна быть сохранена. Перекосы ведут к дефициту проявления разума или дефициту эмоций, что также плохо. Это чревато возникновением психологического дискомфорта, а также заболеваний. Деятельность лимбической системы влияет на разум и сознание, но прямую с разумом не осознается. Итак, дорогие друзья, качественная работа мозга и способность к аналитическому мышлению зависит и от питания, экологии и других факторов. Этот аспект совершенно недооценивается современной наукой и медициной, так как в современном обществе отсутствует цель, ради которой человек мыслил бы качественно. Отсутствие качественного мышления гипертрофирует эмоциональную сферу, которую с готовностью удовлетворяет современная индустрия потребления и пищевая промышленность. Вредные привычки связаны со стремлением организма восполнить эмоциональный дефицит. Есть некая аналогия в том, что, например, как спорт восполняет дефицит физической активности, ну и тоже как спорт, как бизнес многими воспринимается, или бизнес как спорт. Ну а, собственно, для чего же создан человек, возникает вопрос. Итак, вот такая вот схемка. Простой ее, конечно, не назовешь. Бог, идеальный разум или мировая душа и то и другое вместе, в общем-то, способствуют возникновению в отдельные периоды отдельного существования в виде самостоятельных сущностей, наделенных астральными и физическими телами. Это все как бы ведет к формированию идеального человека, сознания человека, наделенного свободой воли. Этот идеальный человек обитает, возможно, на центральных планетах нашей галактики или Млечного Пути. Ну а Земля является местом ссылки. Земной человек попадает сюда, у этого земного человека, произошла гипертрофия эмоций, угнетение разума, так скажем. Ну и до какого-то момента человек здесь находится. В смысле находится, конечно, не один человек, а люди, популяция. И точка бифуркации ставит жирную точку на существовании, на очередном существовании, периодическом или эпизодическом на этой Земле. И земной человек возвращается, делает свой выбор, возвращается в идеальную как бы сферу, то есть в сообщество космических людей, которые, возможно, обитают на центральных планетах нашей галактики. Или он возвращается в идеальный мир. Иными словами, выходит из колеса перерождений. А еще одна ветвь ведет вниз. И эта ветвь приводит к потере духа и души. Это угасание разума. Появляются новые позвоночные животные. С эволюционистами, конечно, с этим не согласятся, но на это мало дела. Это идеалистическая схема. Схема создания и инволюции человека. То есть постоянный круговорот душ, уходящих из истока с целью обретения опыта самостоятельного существования и познания. И возвращение или невозвращение к этому истоку. Итак, человек создан идеальным сознанием и мировой душой Пуруша. Пуруша – это чистый идеальный разум, если брать ведийскую традицию. Разум галактики можно так это интерпретировать. Прокритий материи, из которого создана галактика. Ну и в первоначальном учении присутствовал тезис о множественности Пуруша Махутвам. И в поздних трактатах прозвращается уже единый принцип одного Пуруша, который, собственно, отождествляется сатманом Упанишад. Таким образом, в общем-то, Пуруша вполне может, так сказать, символизировать разум галактики. А материя, из которой создана галактика, это Прокритий. Появление галактик связано с творческим актом Пуруши Прокритий. Галактический разум создает планеты, светило, воду, растения, атмосферу, прикодную для жизни созданных им разумных существ. Ну и галактика Млечный Путь, колыбель человека разумного, по мнению автора, то бишь меня Белова. В других галактиках, вероятно, существуют иные формы разумной жизни. Ну и понятно, что здесь на Земле надо трудиться. Земля как место ссылки для тех, кто утратил способность без внешнего стимула проявлять способность к познанию. И здесь, конечно, самоорганизованность, разум, сохранение культуры и речи, социального мышления – это важные факторы. Иначе, в общем, пойдешь на поводу эмоций и телесных потребностей, быстро деградируешь и превратишься в неандертальца или пятикантропа, а то еще хуже в обезьяну или зверя. В нашей галактике наверняка существуют другие Земли, используемые как место ссылки для вразумления людей. Там обитают другие животные, похожие на наших, но не позвоночные. Вернее, они тоже позвоночные. Вероятно, все планеты, где возможна жизнь на нашей галактике, делятся на высшие и низшие. На высших планетах условия жизни создавались галактическим разумом изначально для человека и для блага человека. Как говорили коммунисты в свое время, люди там комфортно себя чувствуют все время, постоянно работают над собой, знают, что именно для этой роли они родились на свет. Условия жизни на этих планетах почти идеальны. Все люди занимаются познанием и самопознанием. Этакий галактический рай. Именно поэтому почти отсутствует на этих планетах инвалюция. Однако, в течение сотен миллионов лет у людей в идеальных планетах практически все же атрофировался физический орган. Третий глаз – пениальный орган, обеспечивающий связь с духовным миром. Мы понимаем с вами, что эпифис как регулятор циклов остался, а вот третий глаз с хрусталиком и сетчаткой формируется, атрофируется у современного человека еще в эмбриональном состоянии. Где-то полуторамесячный эмбрион, уже обратное развитие клеток и, в общем-то, эти закладки, сетчатки хрусталика, они рассасываются. На земле из постоянных перепадов температур, тяжелых условий жизни, человек вынужден много работать физически, чтобы прокормить себя и своих близких. Комфортные условия жизни создаются здесь трудом больших коллективов людей – это добыча в Индии угля ручным способом. Цель для земного человека остается прежним познанием, надо заниматься, а неизвлечением и накоплением материальных богатств в одних руках на благо своей гипертрофированной эмоциональности или семьи, рода или народа. Коммунисты такую цель видят в далеком будущем, когда будут обуществлены средства производства, и справедливо распределяться будет прибавочная стоимость, то есть будет построен коммунизм. Но не сегодня. Личностный, психологический аспект современными коммунистами игнорируется. Отсюда не успех их общего предприятия. Ну и надо понимать, что коммунисты стоят на плечах дарвинизма, и материалисты сделали Дарвина своим знаменем. Сторонники прогресса стремятся в первую очередь утворить телесные и эмоциональные потребности человека в ущерб стремления человека к разуму. Прогресс науки и техники как ни умение, ни желание сдерживать, ни уёмные физические потребности управлять ими. Ну и как может, конечно, любовь к прогрессу аукнуться современного человека? Это понятно. Большими неприятностями. Знания, которые двигают нашу технический прогресс вперёд современные люди, обычно не отделяют от понимания происходящего. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Знания сегодня направлены на обеспечение материальных благ, комфорта и сосредоточение богатства у некоторой группы лиц. Ну, допустим, мировая элита. Ну и перепадает всем остальным, конечно. Понимание формируется при незашуренном взгляде на проблемы. Прикладное знание и понимание проблемы в целом – это диалектические антагонисты. Используя научно-технические знания в военной области без понимания происходящего, можно вполне погубить современное человечество. Перекосы в общественной и социальной жизни зависят от того, что человек не умеет рационально управлять своими потребностями и излишне концентрируется на телесно-эмоциональной сфере в ущерб проявлениям разума, то есть стремления к славе, неограниченной власти, богатству и так далее. С чрезмерной концентрацией на этом телесном существовании в ущерб разумности связана и инволюция человека на Земле, которая была в прошлом, в прошлые периоды и циклы существования человека, когда он превращался в позвоночных животных, и в настоящем, когда он еще ни в кого не успел из этих животных превратиться. Современный человек кичится своим биологическим телом, верит в прогресс, в эволюцию. Он считает, что он имеет права обыжествлять и отыжествлять себя с телом, так как его предки, кто были эти предки, очевидно, обезьяны, немало потрудились, встали на две задние лапы и сделали его таким, какой он есть. Отсюда современного человека развивается биологический, индивидуальный и коллективный снобизм. На самом деле, нашей заслуги, что мы имеем такое тело, никакой нет. Это подарок Бога, наделившего людей совершенным биоскафандром. Ну и какой вывод мы сделаем из этого всего? Зная потребность организма, можно учиться управлять им и давать ему то, что он хочет, не забывая при этом о главном – о проявлениях разума.